Четверть века назад ЕСВЭЙ впервые объединил под своим крылом Ненецкие и другие малочисленные народы Севера, проживающие в регионе. Сегодня, как и 25 лет назад, в первые дни своей работы ЕСВЭЙ направляет силы на интересные встречи и проекты, укрепляющие дух коренного населения. ЕСВЭЙ в переводе с Ненецкого – проводник, знающий местность человек. В самом названии общественного объединения, которое появилось на свет на первом учредительном съезде в декабре 1989 года, были заложены основные принципы его работы – содействие, возрождение и обеспечение возможности сохранять культуру и образ жизни коренного населения. Сохранение развития языка и культуры на территории округа, поддержка традиционных отраслей и хозяйствования, участие в целом наших членов Совета, активистов в решении проблем социально-экономического развития в целом региона. Организация объединила всех, кто стремился к своим корням и современным веяниям одновременно. Это жители тундры и города, старожилы и студенты, депутаты и деятели культуры. Каждый из них приходил за помощью и помогал сам. Например, оленеводы приходили за правовой консультацией и, в свою очередь, сопровождали делегации в поездках по тундре. Затем деятельность ЕСВЭЯ стала выливаться в более крупные проекты – медицинский Канинский Красный Чум, туристический Аргишня по Ирайду, этнографический Архелия. Администрация округа и нефтяные компании – главные помощники в реализации всех проектов. Только за последние два года ЕСВЭЯ, как некоммерческая организация, выиграла пять окружных грантов. Члены ассоциации регулярно участвуют в окружных семинарах и конференциях, где выдвигают свои предложения и набираются опыта. Последняя из встреч – конференция по развитию оленеводства в Арктике. Мы считаем, что на это направление необходимо очень серьезно обратить внимание. Надо улучшить качество продукции оленеводства. Это значит расширить сеть и создать современные убойные пункты. Можно не строить новые, можно улучшать существующие, и это тоже возможно. Один из способов повысить качество оленеводства – эффективнее использовать сырье. Уже не один год ЕСВЭЯ реализует проект «Оленья шкура – высшее качество». Шкуры оленя, которые раньше после убойной кампании сжигали, теперь становятся ценным сырьем. Их засаливают, обрабатывают и получают кожу высокого качества. Барабанная установка уже есть в СПК «Харп» и «Жумский оленевод» в тестовом режиме работает в Харивере. Помимо социально значимых проектов, ЕСВЭЯ разрабатывает интересный досуг. Все большее участие в жизни ассоциации принимает молодежь. А традиционная культура, она сама по себе, она немножко далека от нашей молодежи. И чтобы привлечь, надо придумывать постоянно какие-то интересные подходы. Вот как, опять же, привожу пример Вадова Летрахова, там мы сказки театрализованные показывали, и немножко в другой форме информацию подавали. И, наверное, самый такой значимый для меня, опять же, я считаю, что кинофестиваль «Аргиш» – первый фестиваль фильмов о коренных народах Арктики «Аргиш». В этом году удалось провести первый слёт ненецкой молодёжи. Для общественной организации с 25-летней историей это большой толчок к развитию. Будет кому передать большой опыт и почётное звание ЕСВЭЙ.